В редакцию телеканала ЛРТ обратились зрители с просьбой разобраться, почему вблизи их домов устроили помойку. Несанкционированные свалки в Октябрьском стали причиной волнения жителей. И чтобы понять, что к чему, наш корреспондент Анна Троян вместе с сотрудниками Госадом технадзора отправились на место. Естественно, такая гора мусора, которая здесь находится, она не может не тревожить жителей. Именно волнение приводит активных жителей Октябрьского днем и ночью на пустующие территории. По их словам, в темное время суток здесь выбрасывают мусор самосвалы. В ближайшие несколько лет на этом месте планируют создать трассу обводную Урал-М5, которая позволит разгрузить транспортные потоки в поселок Октябрьский. Но пока, как мы видим, сюда держат путь лишь самосвалы и мусоровозы. Держат путь в никуда. Однако отходные пути совсем недавно прекратились. После многочисленных писем в различные инстанции власти муниципалитета поставили у несанкционированных свалок дежурных, народную дружину и полицию. Я думаю, что здесь надо еще преградить дорогу сюда вообще, чтобы не было подъезда тяжелой техники. Перекрыть дорогу невозможно, а вот наказать рублем нарушителей в силах сотрудников Госадомтехнадзора. На месте они оценили масштаб бедствия и размер штрафа. Размер административного штрафа предусмотрен от 200 до 500 тысяч рублей в рамках данной санкции. В случае неоплаты будут приняты меры в соответствии с законодательством материала направленных в службу судебных приставов для принудительного изъятия. В свою очередь, обеспокоенные жители уже обозначили свою проблему и в других инстанциях. Сейчас люберчане ждут откликов и решительных действий по ликвидации мусорных навалов. Я очень надеюсь, что все-таки что-то будет делаться в этом направлении, потому что это ужасно. Люди живут рядом. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова